Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам прочитаю свой следующий рассказ, который называется «То дерево». Каждый год, возвращаясь в дом на Мацесте, я узнавал давно знакомые места, подступавшие вплотную к дому горы и лес, который покрывал их непроходимой стеной. Сплошной полок крон напоминал, пожалуй, пористую губку. Столь плотен и непроходим был лес, густо заросший ежевикой. И выделить, глядя издали отдельные деревья, было просто невозможно. Но даже если это и удавалось, то различить и запомнить их было трудно. И, вернувшись почти через год, а иногда и больше, вспомнить в лицо какое-то дерево было невозможно. Но на одном склоне, высоко над пологом леса, возвышалось одно дерево, засохшее, частично заплетенное плющом и воздевающее сухие ветки к небу, как руки. Заметить, запомнить и подружиться с ним было так легко и естественно. Каждый год, приезжая в эти места, я чуть ли не прежде всего здоровался с деревом, молча приветствуя и молча же улыбаясь старому другу. У дерева появилось имя. Я называл его просто «То дерево». Окидывая взглядом горы и лес, я всегда кивал и пристально рассматривал «То дерево», и оно тоже приветственно вздымало ветви. Особенно трудно было оторвать от него взгляд, когда шел дождь или над невидимыми лесными балками поднимался туман. Когда же осенью, иногда глубокой осенью, я уезжал, я прощался с тем деревом, стараясь удержать в памяти все извивы ветвей моего друга, обещая непременно вернуться, и всегда возвращался. И каждый год после долгой зимы мы с восторгом встречались, безмолвно посылая друг другу безмолвные же знаки привязанности. Я улыбался тому дереву, а то дерево, ликуя, воздевало ветви. Однако наше общение всегда проходило на большом расстоянии. Добраться до того дерева было немыслимо через непроходимую чащу, колючки и почти вертикальному склону, сосыпающийся под ногами землей. Но время шло, я рос, и лет в 15-17 я стал ходить по редким тропам в лесу, которые проложили и поддерживали местные жители. И однажды мне удалось свернуть с тропы, и буквально через несколько шагов я столкнулся со своим другом, тем деревом. Это было шокирующе неожиданно для нас обоих. Мы впервые повидались вблизи. Шли годы, кругом многое изменилось. Люди, жившие по соседству, уезжали, старели, умирали, появлялись новые лица. Лишь только лес и то дерево стояли неизменно, убеждая меня, что так было всегда, и, конечно же, всегда будет. Но однажды я приехал в эти места, где каждый камень был мне знаком и знаком, и, приготовившись улыбнуться тому дереву, не увидел его. Напрасно я всматривался в горы, покрытые лесом. Того дерева не было. Я испытал то же самое, как если бы исчез, ушел, умер старый проверенный друг. Я по-настоящему ощутил утрату. И в этот момент я понял, что что-то в моей жизни закончилось, осталось навсегда, в прошлом. То дерево умерло уже окончательно, хоть и было мертво давно, подавая, тем не менее, приют, корм и поддержку несметному числу существ, реальных и сказочных, как я догадываюсь. Так закончила свою жизнь то дерево. Не так ли и мы живем еще какое-то время в памяти людей после нашей кончины? Даем кому-то поддержку, безмолвно приветствуя живущих, шлем надежду, улыбаясь с потускневших фотографий. Но история на этом не заканчивается. Жизнь катилась, принося радости и круша на своем пути многое, что представлялось незыблемым. Я на долгие годы оставил те места. Часто мне приходила в голову мысль, что вообще мне больше не удастся оказаться в тех краях. Но судьба сделала поворот и сложила мозаику событий самым невероятным образом, так, что я снова оказался на Мацесте. Тридцать с лишним лет пролетели почти незаметно. Приехав ранней весной и стоя в номере маленькой гостинички, я глядел на окрестные горы, покрытые лесом, пристально всматриваясь в плотную щетку деревьев. Был полный штиль, ясный, солнечный, южный, весенний день. Ни один листок, ни на одном дереве не шевелился. Я мысленно здоровался с лесом, напряженно вспоминая своего старого друга. То дерево, которое я помнил во всех деталях и наши ежегодные встречи и расставания. Конечно же, от него не осталось и пыли, но оно возродилось в неизменном лесе. Взгляд продолжал скользить по пологу леса и по округлым формам гор. И вот на вершине самой близкой горы, среди застывшего неподвижного леса, вдруг одно дерево принялось раскачиваться, как во время бури. Это длилось несколько минут. Лес узнал, понял, принял и приветствовал меня. Я понял, что то дерево нашло способ приветствовать старого знакомого, который все-таки сумел вернуться и мысленно прикоснуться даже к тому, чего уже нет, чего, может быть, и не было. Но мир нашел способ дать мне знать, что я услышан, замечен, и что самое невероятное, неуловимое, несказанное, а может и несуществующее, встретилось со мной в реальном мире и дал мне реальный знак, еще раз показав, что мир непостижим, прекрасен и, возможно, даже милосерден. Спасибо большое за ваше внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до следующего четверга. С вами был Николай Богатырев. Субтитры создавал DimaTorzok